Здравствуйте, Владимир Евгеньевич. Здравствуйте. Смотрите, сейчас тема финансов, но она главная при нынешней экономической ситуации. И главный вопрос, что будет с бюджетом 2015 года? Хороший вопрос. А что может быть с бюджетом 2015 года? Он принят, он сбалансирован по доходам и расходам. Бюджет, конечно же, имеет очень небольшой дефицит, поскольку он нам приходилось учитывать изменяющуюся экономическую ситуацию. И вполне возможно, изменяющуюся не в лучшую сторону. Поэтому мы крайне аккуратно подошли к планированию доходных источников бюджета, имея в виду, что здесь не следует быть особенными оптимистами. То есть консервативность составляющая в доходной части бюджета у нас присутствует. Это первое. Второе, что касается расходов, то все первоочередные расходы и все обязательства, которые имеет областной бюджет, в полном объеме заложены в расходной части бюджета. Поэтому с бюджетом все в порядке. Но он же рассчитывался, когда курс доллара условно был 48, а сейчас было время, когда он поднялся под 80. Ну нельзя привязывать показатели бюджета к колебанию курса доллара. Разумеется, как в структуре любой организации, которая занимается закупками, если рассматривать бюджет как некую большую организацию правительства Тульской области, то, разумеется, есть определенные виды товаров, которые оцениваются в валюте. Ну, к примеру, импортное лекарство. Конечно же, здесь эти колебания важны. Но, в общем и целом, на 80-90% бюджет региона, он не подвержен столь серьезным колебаниям с точки зрения доходной части по причине изменения валютного курса. На что направлен бюджет 2015 года, основная статья расходов? Ну, бюджет у нас традиционно имеет социальную направленность. У нас на 96% бюджет сформирован по программному принципу, и вот из этих средств, то есть практически он весь программный, у нас 24 программы, на следующий год будет 23. Практически весь бюджет, скажем так, то, о чем мы говорим, на 70% составляет именно расходы социального характера. И говорить о том, насколько, например, в нем серьезная инвестиционная составляющая, ну, да, пожалуй, она невелика. Но это одна из причин того, что мы имеем бюджет дефицитный и несколько наращиваем государственный долг, поскольку осуществлять серьезные структурные преобразования и осуществлять инвестиции, ну, практически приходится за счет этих источников. Потому что, так называемые обязательные расходы в бюджете, они составляют примерно 95%, включая помощь муниципальному образованию. Знаете, очень много было критики в различных электронных СМИ, касающихся именно дефицита бюджета, что слишком много заимствований. Насколько вот мы в критическом состоянии? Ну, давайте разделим немножко ситуацию дефицита и заимствования. Дело в том, что дефицит – это та сумма, насколько не сходятся доходы с расходами в текущем бюджетном году. Поэтому, разумеется, под них нужен источник, нужно занимать. Но когда мы говорим в целом о программе заимствования, то надо говорить еще и о том, что уже к настоящему моменту имеются определенные обязательства, которые периодически нужно просто перекредитовываться, то есть перезанимать по новой. Если говорить в целом о государственном долге Тульской области, то, кстати, часто подвергаемся критическим некоторым замечаниям в прессе, в том числе, по поводу того, что государственный долг в Тульской области растет. Это действительно правда. Если взять, например, на конец прошлого года, на год назад вернемся, это было 13,9 миллиарда рублей. Но в то же время важен не показатель государственного долга как таковой, а процентное соотношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам региона. Так вот, эти 13,9 миллиарда составляли в прошлом году приблизительно 36,6% от налоговых и неналоговых доходов. Тем не менее, у нас доходы в течение последнего года, вот в 2014 году, с 38 миллиардов собственные доходы возросли до 49, то есть это практически на 30%. И в этих условиях, даже при приросте государственного долга до 15,9, мы такой именно госдолг планируем на конец года, ну на 2 миллиарда он вырастет, удельный вес будет порядка 32,5%. То есть в процентном отношении снижается. А в сравнении с другими регионами, насколько у нас велик госдолг? Или есть так называемые регионы банкроты? Регионы банкроты безусловно есть, но нет смысла говорить в целом о Российской Федерации, давайте, если говорить о Центральном Федеральном Укруге. Вот 18 субъектов ЦФО. У кого ситуация лучше? Я говорю именно о процентном соотношении, поскольку мы договорились, что абсолютно размер не имеет никакого значения. Именно процентное соотношение удельный вес, вот наши 32%, которые будут в этом году. Это пятый результат. У кого лучше? Лучше, разумеется, Москва, Московская область. И еще в данном случае ситуация получше в Курской области и во Владимирской. Потом Тула. Поэтому есть все основания говорить, что государственный долг у нас невелик по удельному весу и находится на экономически безопасном уровне. Мало того, он не имеет серьезной тенденции к росту, если даже взять 2011 год, достаточно давно, 3 года назад. То по абсолютному размеру, он, разумеется, был почти в два раза ниже, чем сейчас. Но по удельному весу, к собственным доходным источникам, он составлял те же самые 34%. Мы находимся примерно на уровне 1,3 в течение последних трех лет. А по каким причинам мы решили увеличить наш госдолг? Не для того ли, чтобы исполнить майские указы президента? Нет, прямой связи в этом нет. Хотя майские указы президента накладывают дополнительные расходные обязательства на бюджет. Но в основном это то, о чем я говорил ранее. Это наличие дефицита. Государственный долг всегда имеет тенденцию возрастать, когда имеется дефицит. Дефицит нужно за счет чего-то покрывать. Это займы, это естественно. Но важно в данном случае понимать долгосрочную стратегию, каким образом правильно проводить финансовую политику, чтобы не наращивать его до критических размеров, и чтобы предпринимать меры по его гашению. Государственный долг у нас не является застывшей какой-то величиной. Две недели назад он у нас был выше, он был 18. На сегодня 16,4. Я говорю о том, что на конец года это будет 15,9 по нашим планам. Колебания в данном случае потребности в средствах и временные интервалы их поступления обусловлены налоговым законодательством, неритмичностью платежей. Поэтому нам в течение года приходится заимствоваться. Поэтому госдолг, такая колеблющаяся величина, важно правильно его формировать на конец или начало нового отчетного периода. Мы для себя лимит какой-то поставили, выше которого не пойдем. Лимит в настоящий момент установлен федеральным законодательством, бюджетным кодексом. Государственный долг не должен превышать 100% налоговых и неналоговых доходов субъекта. Хотя сейчас Министерство финансов Российской Федерации проводит политику, пока в рекомендательном плане, и очевидно эти нормы в скорое время закрепят, это будет 50% от налоговых и неналоговых доходов. А для себя мы какой лимит держим? Для себя мы держим лимит уже три года, как вы видите, в размере одной трети. Хотя на отдельные даты он может колебаться, он может подскакивать до 40, государственный долг, но мы все равно держим ориентир одна треть. Ведь мы ни в коем случае не намерены приближаться к тому пределу, который устанавливает законодательство. У нас должен быть некий люфт, некий запас прочности, не достигая предельных величин, за которыми уже, скажем так, могут быть негативные последствия для экономики региона. Владимир Грузиев, когда вступил в должность губернатора Тульской области, не рекомендовал муниципалитетам, ну или районам, как привыкли люди, кредитоваться у коммерческих банков. Откуда теперь берут деньги? Ну, в данном случае речь идет о том, что мы прекрасно понимаем, что ставки коммерческих кредитов достаточно высоки. И даже когда Тульская область, как субъект, заимствуется на внешних рынках, нам удается, конечно, эти ставки понизить, поскольку субъект большой, с хорошей кредитной историей. Такой кредитной истории, таких возможностей у муниципальных образований нет, поэтому те ставки, которые им предлагают с коммерческими банками, они выше, чем те, которые имеет Тульская область. Поэтому эта рекомендация вполне логична. Каким образом выкручивается муниципальное образование? Очень просто, назову только цифры текущего года. Областной бюджет не снимает с себя ответственности за муниципальное образование, которое в целом входит, их средства в консолидированный бюджет Тульской области. Мы отвечаем в целом за регион. Поэтому, если бюджетные кредиты, которые идут по небольшой ставке, это одна-вторая ставка рефинансирования, чуть более 4%, по этой ставке муниципальное образование получает бюджетные кредиты из средств областного бюджета. В этом году, на начало года, предусматривали средства где-то в районе 100 миллионов рублей. На конец года принято решение увеличить эту сумму до 700 миллионов рублей. Эти средства в качестве кредитных ресурсов были направлены муниципальным образованием на покрытие их кассовых разрывов. То есть Тульская область кредитуется у коммерческих банков, чтобы дать по льготной ставке муниципалитетам? Да, именно так. Это одна из форм поддержки муниципальных образований. Но и она в целом выгодна региону, потому что, я еще раз подчеркну, консолидированный бюджет нас также интересует. У нас каждое муниципальное образование не находится само по себе в каком-то вакууме. Это все область. А муниципалитеты возвращают эти деньги или как-то все списывается, забывается? Нет, муниципалитеты возвращают эти деньги в установленные сроки в соответствии с заключенным кредитным соглашением в бюджет области. А есть должники? Которые не возвращали бы? Нет, таких должников у нас нет. Дело в том, что это достаточно четко расписано и, скажем так, не вернуть деньги достаточно сложно. У Министерства финансов Тульской области есть право бесспорного списания средств со счета. И вы когда-нибудь уже воспользовались этим правом? В этом нет необходимости. Потому что мы работаем в тесном контакте с нашими коллегами из муниципальных образований. И вопрос, связанный с погашением долга, он мониторится заранее. Иногда это погашение идет этапами, частями, сразу, если сложно. И в данном случае, ну, просто-напросто мы нормально контактируем и находим взаимоприемлемые решения по поводу возврата долга. Да и муниципальные образования, мы, честно говоря, изучаем их финансовое состояние в момент выдачи займа, с точки зрения того, смогут ли они погасить свои обязательства в том объеме, в каком они, например, делают заявку на средства в качестве бюджетного кредита. А они залог вам какой-то предоставляют? Нет, в этом нет необходимости. Потому что вы можете списать. Бюджетное законодательство не предусматривает залоги в данном случае, если речь идет о бюджетных кредитах на кассовый разрыв. Есть некоторые формы кредитов, при которых предусмотрят залог, но они у нас бывают крайне редко. На моей памяти пару случаев было не было. А Тульская область предоставляет какой-то залог, когда кредитуются у коммерческих банков? Нет, не предоставляет. В этом тоже нет необходимости, поскольку мы выходим на коммерческий рынок. И в данном случае на нас играет, во-первых, тот элемент бюджетного законодательства, что область несет обязательства всем своим имуществам по своим долгам. Это первое. Второе. Тульская область имеет достаточно хорошую кредитную историю и высокий рейтинг по международной шкале, рейтингового агентства ФИЧ, что также делает нас вполне надежным заемщиком. Поиграет нам на руку. Да, я бы сказал, что у нас все время есть конкуренция среди банковского сообщества на предмет предоставления нам кредитов. Ни один банк не выходит, ни два, а значительно больше. Скажите, пожалуйста, сейчас идет много разговоров о том, что федеральные программы поддержки будут свернут, их будут сворачивать. Например, поддержки сельхозпроизводителей. Это еще не факт, но вот слухи такие ходят. Что будет с нашими тогда программами? Насколько мы готовы адаптироваться к изменениям? Ну, во-первых, в последние годы, если говорить о поддержке федерального центра, то она постепенно по удельным бюджетам у нас сокращается. В настоящий момент это не более 20% в общем объеме бюджета, это средства федерального бюджета и иных источников. Все остальное это собственные средства. Мы наращиваем собственную базу и делаем упор на собственные силы. Конечно, сокращение определенных федеральных программ предполагает невозможность их осуществления расходов по той или иной статье в полном объеме. Если вы привели пример сельское хозяйство, это, как правило, вопрос софинансирования. Условно говоря, это мани рубль и мэрубль. Если они вместо рубля 50 копеек, соответственно, мы можем оставлять свои средства, не уменьшать. На это мы право имеем. Владимир Евгеньевич, вы сказали, что сейчас 20% федеральный центр из нашего бюджета дает. Ну, примерно так. Берем в целом бюджет области. А в чем причина, что меньше стал денег? Мы стали эффективнее или в принципе нам урезают ручеек финансовый? И то, и то. С одной стороны, мы стали эффективнее. Я вам уже приводил цифры, как значительно подросли собственные доходы бюджета в Тульской области. За последние три года хотя бы. С другой стороны, политика федерального центра, с точки зрения предоставления дотации, например, это те средства, которые просто без целевого характера поступают в казну, и которыми можно распоряжаться по собственному усмотрению. Хотя в них есть, конечно, смысл. Это выравнивает бюджетную обеспеченность, сбалансирование бюджета и так далее. Вот размер дотации. И с года в год он уменьшается. Со стороны федерального центра. Только для нашего региона или в целом для других субъектов? Здесь интересная история. В целом объем дотации не уменьшается. Но разные регионы демонстрируют разную степень, ну скажем так, своей экономической успешности и самостоятельности. Соответственно, если у нас в данном случае прирост собственных доходов, все хорошо, а где-то провал, то с точки зрения наших федеральных властей, это совершенно логично, нужно помогать утопающему. А вовсе не тому, кто самостоятельно может выбраться из сложной экономической ситуации. Поэтому перераспределение средств происходит всегда. Но это, я говорю только о дотациях. Это не должно касаться основной массы бюджетных трансфертов. Это субсидии. Это те средства, которые на условиях софинансирования как раз на различные программы мы направляем. Здесь нет четкого в настоящий момент понимания относительно уменьшения средств. Дело в том, что уменьшение по отдельным направлениям деятельности одновременно выскакивают на повестку дня другие направления деятельности, на них направляются средства. Федеральное правительство маневрирует финансовыми потоками и в данном случае осуществляет поддержку в том объеме, в каком это возможность содержится в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Спасибо вам за интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!